Привет всем! С вами Кик Обзор и его невероятные истории. Маска уволили из его же компании, как и в свое время Стива Джобса из Apple. iOS 12, которая отвергает всякую попытку зарядить айфоны. Роботы-строители от японцев и MIT, которые отнимут работу у гуманоидов и будут строить небоскребы на свой вкус. И, конечно же, он вернулся. Сервис e-каталог. Ваш лучший помощник при покупке всевозможных товаров и гаджетов. Выберите категорию, отметив нужные характеристики, и найдите устройство, подходящее под все ваши нужды. Ознакомьтесь с отзывами, посмотрите подробную 3D-модель товара и выберите из многочисленных магазинов самую аппетитную цену. Сервис e-каталог. Удобно. Ссылка в описании. Это случилось. История повторяется. Гениев всегда сперва отвергают. Но тех, кто живет своей мечтой, это никогда не останавливает. Им это вот к чему. Маск уйдет с поста председателя правления Тесла в течение 45 дней после подписания соглашения, которое было представлено в эту субботу. Он согласился не искать переизбрания и не принимать назначение на пост председателя в течение трех лет. На его место будет назначен независимый председатель. Также Илону придется выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Штраф и обвинения против Тесла выдвигаются из-за невозможности затребовать раскрытие информации и процедур, связанных с твитами Маска. Впрочем, Маску не придется признавать или отрицать обвинения в рамках соглашения. Тесла также согласилась назначить двух независимых директоров в совет и создать новый комитет независимых директоров, а также ввести дополнительные меры контроля и процедуры, чтобы наблюдать за коммуникациями Маска. Вероятно, Маску придется вести себя более сдержанно в Твиттере. А ведь это, друзья, будет очень трудно, ведь он привык анонсировать новые продукты, функции и обновления именно там. Похожая откровенность Маска не пошла ему на пользу. Его посты в соцсетях постоянно будоражат интернет-сообщество. Но вот один из них взволновал еще и инвесторов и комиссию по ценным бумагам и биржам США. В августе Илон написал, что готов сделать компанию Тесла частной и выкупить акции по 420 долларов за штуку, что, конечно же, активировало фондовую биржу. В конце концов, пришлось даже закрыть торги. Акции выросли почти на 11%. Однако позже Маск передумал покупать компанию, что вызвало волну негатива от инвесторов, и обрушило акции на 13%. Инвесторы пошли в суд, а комиссия начала собственное расследование. Как оказалось, это сообщение было лишь всплеском эмоций, и предварительной договоренности у Маска не было. Он даже ни с кем не консультировался по поводу сделки. Комиссия пригрозила уголовным наказанием, и Илону пришлось пойти на соглашение. Все это поможет предотвратить дальнейшее нарушение рынка и причинение вреда акционерам Тесла. Теперь Тесла ждет корпоративный контроль, а акционеры, требовавшие смирить Маска и сместить взбалмошного управленца с поста главы совета директоров, будут удовлетворены. Во всей этой ситуации нельзя не провести параллели с еще одним возмутителем спокойствия – Стивом Джобсом. Ведь Стив тоже был уволен из Apple. Когда Стива спрашивали, как его могут уволить из компании, которую он, собственно, и основал, отец айфона ничего не отвечал. Но однажды в одном из интервью он как-то сказал, что увольнение из Apple было лучшим, что могло произойти в его жизни. Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее уверенного в чем-либо. Он освободился из корпоративных кандалов и вошел в один из самых креативных периодов его жизни. В середине 80-х Джобс даже подал заявку на участие в полете на космическом корабле. Ему отказали, не объясняя причины, и 28 января 1986 года тот самый Челленджер, на котором он хотел полететь, взорвался на 73-й секунде полета. Но Стив Джобс возвращается в компанию и не просто возвращается, а становится временным исполнительным директором Apple. После того, как его на коленях об этом просят сами инвесторы. Он закрывает несколько убыточных проектов компании. Под его руководством рождаются iMac и несколько других уже известных во всем мире проектов с приставкой i. И такая параллель очень уместна, ведь Илон тоже не из робкого десятка, и мы уверены, что после его увольнения откроется новая глава, которая будет ярче и круче. Илон, мы с тобой, покажи этим крысам из-за океана, как будет создаваться будущее. Переходи в АвтоВАЗ. Ну да ладно, мы уверены, что Маск решит все проблемы. Чего не скажешь про Apple, чьи проблемы все круче и круче после появления на свет новой iOS 12. После того, как были анонсированы iPhone XS Max и iPhone XS, прошло несколько дней и владельцы новинок и пользователи прошлых моделей, включая iPad, столкнулись с сомнительным багом. Достаточно было скачать новую, 12-ю версию операционной системы. На официальный форум производителя начали поступать сообщения о неприятностях, связанных с ошибкой. Гаджеты больше не заряжаются ни от кабеля, ни в некоторых случаях от беспроводных зарядок. Как отмечают пользователи, у их смартфонов зарядка перестала функционировать при любых обстоятельствах. Некоторым все же удалось заставить свои устройства заряжаться, вставив в них кабель и активировав дисплей. Да и зачем его заряжать? Это же просто так, добавка к модной сумочке. Нужно иметь вот и все. Ну все, хватит про увольнения и баги. Кик-обзор это позитивный канал. Так что продолжаем мы роботами, у которых появилась новая и очень полезная функция. Особенно пригодится она после истребления человечества, чтобы отстроить мир заново. Японские инженеры представили гуманоидного робота HPR-5P и продемонстрировали его возможности на примере строительных работ. Разработчики показали, что робот может самостоятельно распознать гипсокартонный лист, приставить его к деревянному каркасу стены и скрепить их с помощью саморезов. HPR-5P это новый робот проекта Humanoid Robotics Project, который ставит своей целью разработку роботов для помощи в домашних делах. Первый робот серии был практически точной копией Honda P3, на основе которого впоследствии инженеры Honda создали знаменитого робота Asimo. Его рост составляет 182 сантиметра, а масса 101 килограмм. В новой версии инженеры установили более мощные электромоторы и благодаря этому повысили его физические способности. Получилась отличная рабочая сила, которую только нужно ставить на зарядку. Но мысль о строительных роботах посетила не только японцев. В MIT также сделали новых роботов. Они наматывают вокруг себя трубы из стеклопластика и карабкаются по ним вверх. Американские инженеры создали систему под названием FiberBots, которая предназначена для создания объектов из стеклопластика. Система управляется единым алгоритмом, а каждый из роботов наматывает вокруг себя трубу и сам поднимается по ней вверх по мере печати. Каждый отдельный робот представляет собой ультрафиолетовый фонарь в надувающемся мягком корпусе, вокруг которого вращается рука. Из емкостей, расположенных на земле, робот получает стекловолокно и полимер и наматывает вокруг себя трубу из композитного материала, используя ультрафиолет для отверждения фотополимера. Выглядит этот процесс и впрямь очень красиво. После наматывания одного участка робот немного сдувается, чтобы была возможность перемещаться внутри трубы. Поднимается выше и снова надувается, закрепляясь на новом месте. После чего продолжает намотку стеклопластика. Для управления файберботс не нужно программировать траекторию движения каждого отдельного робота. Оператор может задать просто форму или даже точку, в сторону которой должны строиться стеклопластиковые трубы. А система управления уже сама задаст программу каждому отдельному роботу. Всего строить объект могут 16 файберботсов, а высота конструкции может достигать 5 метров. Но это пока что. В MIT обещают, что в ближайшем будущем небоскребы будут строиться именно этими маленькими существами. Если вам понравились эти роботы, новые баги Apple, и если вы горой за маска, как и мы, то отлайкайте это видео и подпишитесь на канал, не забыв про колокольчик. А мы будем дальше вас, техноманьяков, радовать нашими дайджестами. Пока!